В этом году кинематограф подарит нам очень много экшена и острых ощущений. Всем привет, с вами Маша Леонова и это программа Кинокод. Сегодня в выпуске самые ожидаемые фильмы 2017-го. И первый в нашем списке – Assassin's Creed от режиссера Джастина Курзеля. Фильм основан на одноименной видеоигре, но с оригинальным сценарием. По сюжету персонаж Майкла Фассбендера проживает прошлое своего предка в Испании 15-го века и начинает борьбу с организацией тамплиеров в наши дни. И, кстати, Фассбендер недавно заявил, что заканчивает свою актерскую карьеру, так что наслаждайтесь последними работами актера на больших экранах. Обитель дла – последняя глава. Но оказывается, что будет еще целый телесериал. И совершенно непонятно, как драку с монстрами умудрились растянуть на шесть частей. Шесть частей, мать его, шесть! Кто посмотрел все шесть частей? По сюжету все без изменений. Мила Йович убегает и убивает. Интересно, что на экранах появится дочь Милы в роли Красной Королевы. Специально для обладателей специфических вкусов прокат выйдет на 50 оттенков темнее. Тут все просто. Если вам понравились 50 оттенков серого, то вторая часть именно для вас. А если не понравились, то и думать об этом не стоит. Ну, раз вы и так прервали поток мыслей, расскажу вам про мой новый Лего-фильм Бэтмен. Сценарий, режиссура, музыка, хореография и четкий битбокс – все мое, потому что я Бэтмен. Следующий в списке – Лего-фильм Бэтмен, в котором всеми любимый персонаж случайно усыновил парня. Тот становится Робином, и они вместе пытаются остановить сбежавшего из Архема Джокера. Как можно было случайно усыновить парня? Сюжет вроде давно известен, но создатели сделали эдакую сатиру на мир Бэтмена, где он не только герой Готэма, а и главный комический персонаж. Но, судя по трейлеру, на экране будет твориться какая-то дичь. Третий и последний спин-офф о Росомахе под названием «Логан». Основан на серии комиксов «Старик Логан» и расскажет зрителю о грустном будущем. Команды Людей Икс нет. Нет, все. У Росомахи проблемы с регенерацией, у Ксавьера проблемы с памятью, а могущественная корпорация и вовсе хочет устроить апокалипсис. Довольно смелый ход от создателей – сделать фильм похожим на вестерн и присвоить ему рейтинг арт. А дальше очередная история о большой горилле под названием «Конг. Остров черепа». Что интересно, в этом фильме мы увидим Сэмюэля Элл Джепсона и Тома Хиддлстона. А по сюжету все стандартно. Ребята организовали очередную экспедицию на остров и нашли там нового Кинг-Конга. «Красавица и чудовище» – пожалуй, самая волшебная премьера этого года от Дисней. Фильм снят по мотивам мультика 1991 года, поэтому создатели решили сделать целую мюзикл, где все песни исполняют сами актеры. Главная роль принцессы Бэль достала Сэмю Уотсон. Также в картине появятся Юэн Макгрегор, Люк Эверс и Йен Маккеллен. Доминик Торетто поссорился со своей командой в новом «Форсаже» и, кажется, это произошло из-за Шарли Стерон. Так что гонка продолжается. Это первый фильм серии, действие которого происходит в Нью-Йорке. Как и раньше, в картине будет много экшена, машин и лысых парней. Третий фильм – третья фаза кинематографической вселенной Марвел под названием «Стражи Галактики 2». Звездная команда продолжит расследовать тайну происхождения Фитта Куэла. Помимо главных героев, в фильме мы увидим Сильвестра Сталлоне. Хотя, кого я обманываю, все мы ждем этот фильм из-за малыша Грута. У капитана Джека Воробья появился еще один заклятый враг. В новой части «Пиратов Таипского моря» мертвецы не рассказывают сказки. Прошло целых шесть лет со дня выхода последнего фильма, а проблем у Джека Воробья меньше не стало. Теперь мы в поисках трезубца Посейдона, которые даруют абсолютную власть над морями. «Чудо-женщина» от DC. На главную роль пригласили сногсшибательную Галь Гадот. Также в картине мы увидим Криса Пайта, известного по фильмам «Стартрек». Согласно сюжету, в начале «Чудо-женщина» была принцессой Дианы и жила на острове с другими амазонками. Но тут на остров прилетел Крис Пайт и понеслась. Диана покидает свой дом, чтобы спасти человечество от войны и разрушений. Вторая часть «Кингсмана» под названием «Золотое кольцо» обещает быть безумнее первой. Напомню, что «Кингсман. Секретная служба» собрал в прокате 404 миллиона долларов и запомнился зрителям как отличный комедийный боевик. К сожалению, о новом фильме практически ничего не известно. По сюжету «Секретная служба» навестит своих коллег из США, а главную роль все так же играет Эрен Эджеттон. «Человек-паук 3» Картина является перезапуском сразу двух франшиз – «Человек-паук» и «Новый Человек-паук». Но создатели пообещали, что фильм не будет пересказом давно известной историей. Паучка сыграл Том Холланд. К слову, он уже успел плавиться в этом образе в картине «Первый мститель противостояния» и спас там ситуацию по части юмора. По сюжету опеку над новым супергероем возьмет Тони Старк, он же «Железный Человек». «Чужой завет» – это уже шестой фильм серии, и режиссер Ридли Скотт пообещал, что он будет еще страшнее предыдущим. Мы, наконец, узнаем, что случилось с командой Прометея, а среди актера увидим Майкла Фассбандера, Джеймса Франка и Гая Пирса. Тор вместе с Халком пытаются предотвратить скандинавский апокалипсис, имя которому – Рагнарёк. Это первый фильм третьей фазы кинематографической вселенной Марвел, так что Крис Хемсворк и Том Хиддлстон вернутся к своим ролям враждующих братьев. Бэтмен и Супермен создадут новую команду защитников Земли под названием «Лига справедливости». Хотя команда уже давно не новая, ведь появилась еще в 1960 году, но режиссер Зак Снайдер решил вздохнуть в эту историю новую жизнь. Главное, чтобы не получилось, как с Бэтменом против Супермена. В команде «Лиги справедливости» мы увидим чудо-женщину, Флэша, Фиборга и даже Аквамена. «Меч короля Артура» – это рыцарская история о простом бандите, который внезапно находит Экскалибур и решает отомстить за убитых родителей. Главный герой собирается свергнуть местного тирана и присоединиться к движению сопротивления. Сценарий фильма основан на романе Томаса Мелора 1485 года, а главную роль короля Артура сыграл Чарли Ханнен. А на этом все. Я желаю вам только хороших фильмов в этом году. Пейте горячий какао и не забывайте ходить в кино. Супер! Ес! Когда режиссер, но я доволен. За вас. Ну, ар, это как ар. В смысле, почему? За всяких пожарных. Нет, я не хочу. Продолжение следует...